Здравствуйте! Информационные итоги минувшей недели вновь подводим на МТК. Я Юрий Проскоков. Сегодняшняя программа выходит под девизом «Колыма в ожидании». Подробности в кратком анонсе. В ожидании возможного паводка. Из-за обильных снегопадов минувшей зимы так называемый водозапас колымских рек в отдельных районах достигает 250% от нормы. Такие объемы уже приводили к наводнениям. Проблемы есть, но ничего такого сверхъестественного не ожидается. В ожидании новых заказов. Магаданский механический завод известен за пределами Колымы и России. Увеличить клиентскую базу поможет новое оборудование. О тяжелой промышленности региона интервью с Муратом Галуевым. Да, рискуем. Да, это большой риск. Кто не рискует, кто не работает. В ожидании лета в Магаданской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В трудовых, спортивных и профильных сменах отдохнут до 10 тысяч детей. 80% стоимости путевки берет на себя областной бюджет. Грозит ли Колыме паводок? Все чаще задаются этим вопросом жители региона. В разные годы топило Олу и Тиньку, Сусуман и Магадан. В этом году повод для беспокойства есть. За зиму осадков выпало гораздо выше среднего. В последние пять лет наводнение в Магадане случалось исключительно летом. В результате ливневых дождей. Последний раз областной центр топило в августе 2016-го. Наибольшему разрушению обычно подвержены дороги и мосты. По данным Минтранса, на маршруте Герба-Амсукчан в этом году 17 проблемных участков. Еще 10 на Тинькинском направлении. Там же под угрозой 6 мостовых переходов. Федеральную трассу испытания ждут преимущественно в Сусуманском округе. Меры по предотвращению весеннего паводка обсудили в правительстве Магаданской области. На подготовку остается чуть более месяца. По данным метеорологов, реки вскроются не позднее 18 мая. Начальник службы Артем Климашевский добавил, что наивысший уровень весеннего половодия будет на реке Колыма в районе ГЭС до 2,5 метров выше средних показателей. На притоках рек Охотского побережья уровень воды ожидается выше нормы до 0,6 метра. Весенние паводки создадут угрозу мостам, опорам ЛЭП, дорогам, дамбам и другим объектам в поймах рек. Также ожидается превышение воды на водохранилищах, но более точный прогноз будет не ранее 16 апреля. Такие объемы бывают. Последние, насколько я сейчас не могу так точно прямо сказать, но вот это порядка где-то 2008 год, по-моему, 2012 год тоже в пределах этого было. То есть, опять же, ничего не произошло как бы. Возможным паводком готовы 3000 сотрудников Колымского управления МЧС. Об этом доложил руководитель ведомства. Любомир Муха отметил, что этой весной могут быть подтоплены до 103 жилых домов, 10 населенных пунктах, 7 городских округов. Защита населения – один из важнейших приоритетов нашей с вами деятельности всех. Последние годы Магадан топило из-за дождей. Этой весной статистика может измениться. За пять месяцев на город обрушилось 8 циклонов. Выпавшего снега хватило бы на три зимы. Около миллиона кубических метров вывезли коммунальные службы с улиц и дворов. Это около 70 тысяч самосвалов. Резкого потепления в городе и окрестностях не ожидают, поэтому еще есть время до того, как снежная масса начнет становиться водой. Один из наиболее опасных участков – портовое шоссе. Там особая проблема. Мы должны сделать все, чтобы не допустить сползания грунта с этого участка аварийного портового шоссе. Поэтому будем приглашать Министерство природных ресурсов и областных дорожников, потому что нам нужно удержать склон. Он и так сегодня находится, все знаете, в каком состоянии. Наверное, с Плодской и все, что там выше, будем стараться по максимуму вывести снег. Будем делать отдельно каналы вверх портовой стенки для того, чтобы минимум воды пришло на портовое шоссе. В период паводков чаще других страдают жители частных домов, расположенных на берегах рек. Сегодня им следует задуматься о страховании имущества на всякий случай. Также в ряде многоэтажек возможны перебои с подачей электроэнергии. Счетовые зачастую находятся в подвальных помещениях, которые может затапливать. В целом, эта информация больше предостережения. Наводнение никто не прогнозирует. Тающий снег может стать проблемой. Доставляет он неудобства и будучи в твердом состоянии. Магаданцы в социальных сетях пожаловались на то, что проезд затруднен на кладбище на 14-м километре. В преддверии родительского дня, он в этом году выпадает на 17 апреля, проблема весьма актуальна. С обстановкой на погосте ознакомился мэр Магадана. Здесь работает наше муниципальное предприятие «Ритуал». Оно занимается текущей работой по организации похоронного дела. Ради этого было предприятие создано. Но вот что касается содержания кладбища здесь, его величество 44-й федеральный закон требует, чтобы мы провели торги. И вот проведя торги, мы получили подрядчика предприятия «Технократ плюс». «Технократ» уже был в списке недобросовестных поставщиков. Теперь появилось предприятие «Технократ плюс». Я вижу, что они не выполняют свои обязанности, они должны расчищать территорию кладбища, они должны делать подсыпку, они должны убирать территорию и вывозить отсюда мусор. Вот за март месяц, по словам руководителя «Ритуал», здесь один раз появился на непродолжительное время фронтальный погрузчик, и далее здесь никого нет. Мы, конечно, будем делать все для того, чтобы расторгнуть договор, но для людей-то как бы разницы нет, люди видят, что реальной деятельности здесь не осуществляется. Конечно, нам придется тратить в очередной раз на это дополнительные бюджетные средства для того, чтобы привести к 17 апреля, к родительскому дню, кладбище в надлежащий вид. Я думаю, что все центральные дороги здесь, проезды будут прочищены, ну а что касается мест захоронения, то, как я и говорил, обязанность родственников, они должны добраться до могилок, прочиститься и надлежащим образом содержать могилы в течение всего периода. Поэтому пока «Ритуал» справляется, подрядчик нет. Редкий представитель тяжелой промышленности Колымы обновился. Магаданский механический завод приобрел машину термической резки. Она позволит увеличить производство отдельных деталей вдвое. Дело за спросом. Мурат Георгиевич, еще раз спасибо, что нашли для нас время для записи этого интервью. Вообще, вы на Магаданском механическом заводе человек далеко не случайный, вы не просто так директор, вы здесь уже практически 40 лет отработали, юбилей вот-вот совсем скоро. Когда все-таки вы пришли на завод, кем сюда были трудоустроены изначально? 14 апреля 1978 году я пришел на завод и был трудоустроен инженером, экономистом в отдел снабжения, где я проработал 5 лет. Потом случились так обстоятельства, что я решил поступить в институт на заводчное. И надо было побольше времени, я перешел работать в рабочий, начал работать водителем. После окончания института я стал работать механиком в гараже. И в 1987 году я стал начальником транспортного цеха Магаданского механического завода. На этой должности я проработал до 1998 года. В 1998 году мне директором стал Щеголев Иван Сергеевич, который предложил мне перейти работать заместителем директора. Я перешел работать заместителем директора, отработал до 2006 года и с 2006 года, с апреля месяца 2006 года. После собрания акционеров я работаю директором по сей день. Мурат Георгиевич, насколько вообще была велика вероятность закрытия цехов завода, окончательного закрытия в 90-е? Да, были тяжелые времена. Были 90-е годы, когда численность завода с 1950 человек сократилась до 350 человек. И это было очень тяжелое время. Не давалась зарплата 11 месяцев. Люди, будем говорить, работали иногда за продукты, которые привозились на завод. И даже помню случаи, когда с нами алмазы Аннабара рассчитались с золотыми изделиями. Людям выдавали зарплату в золотых изделиях. Людям выдавали, если вы помните, был период, когда пошли золотые монеты. Одна монета стоила 150 рублей. Выдавали и таким образом зарплату. Завод устоял. И устоял, самое главное, благодаря людям, которые работают. Сам директор ничего не значит. Я всегда говорю, все начинается с вешалки, с уборщицы, которая за нами уберет, которая за нами следит. А все остальное потом. Каждый рабочий стоит чего-то. Нет сегодня столевара, цель будет стоять. Нет водителя крана, погрузок не будет. Это чужое надо нанимать. А свое есть свое. Мурат Георгиевич, мы сейчас пока шли по коридору к вашему кабинету. Увидели на стене своеобразную карту заказов, где продукция завода сегодня работает. Вот таких результатов, там более 20, наверное, регионов, из стран, в том числе и Африки. Вот таких результатов за какой период удалось достичь? Ну, эти результаты, если говорить, завода 80 лет. Результаты были и раньше. Правда, результаты завода были больше. В те времена, если вы помните, завод делал ремонт подвольных лодок. Нет, не знал. Вы не знаете. Завод делал полностью электроды на Марчиканском пусту. Электроды делались на всю Чукотку, на Камчатку и Магаданскую область. Был цех топливной аппаратуры, который работал на Коломнинский тепловозный завод. Делали на дизеля, форсунки, распылители, планжера. То есть завод имел большую сеть. Если взять, зайти в музей завода, посмотреть, то там очень много продукции, которые делали. Завод делал цистерны для перевозки топлива. Шасси делал Спорнинский завод, а полностью окончательную работу выполнял Магаданский завод. Делали 15-кубовые цистерны, 18-кубовые, 9-кубовые, которые ездили по городу Магадану. Делали очень много. Делали буровые станки на заводе. Продукция завода была большая. И поставки шли полностью на Чукотку, Камчатку, на Якутии. То есть где золото добывали, туда и шли. Сегодня у завода сохранились те предприятия, с которыми работали. Но их стало больше. Если раньше Таджикистан, Казахстан не брал, то сегодня стали брать. Считается, это зарубежные поставки. Я делал анализ за два года. Это 2016-2015 год. Мы поставили на 70 миллионов продукции за пределы области. В том году мы также поставили на 20 миллионов продукции за пределы области. В этом году уже пошли поставки. То есть мы работаем. А вообще где-то золотодобывающих предприятий 350. Мурат Георгиевич, сегодня завод живет за счет тех, кто добывает драгоценные металлы, цветные металлы. Возможно ли, модное нынче слово, диверсифицировать производство? Может быть начать делать на заводе, грубо говоря, ведра с тазиками? Что-то такое. Может быть какое-то широкое употребление товар выпускать? Мы проходили это. И конкретно скажу на чем. Нас хорошо поддержало это. Мы купили линию по изоляции. Начали делать для жилищного хозяйства трубы. Изолированные. Но получилось так, что уж до той востребованности от нас нет. И мы эту линию вынуждены были продать. Приехал ко мне Бансанский. Сан Саныч говорит, давай делать шары. Говорю, Сан Саныч, нет вопросов. Посчитали. Сам комплекс по изготовлению стоит 30 миллионов. Но когда мы просчитали, то этот комплекс всего отработает 3 месяца. И дальше он будет стоять. Невыгодная продукция. В свое время, когда рыболовецкие суда начали усиленно ловить, если вы помните, не было еще тогда пластмассовой тары, шла тара металлическая банка. В Николаеве я связался и узнал, что можно заказать оборудование для изготовления. Там идет спецметалл, все. Тоже посчитали. 4 месяца поработали. Мы забили весь Дальний Восток банка тарой. И другого нет. И потому мы сегодня работаем на той продукции, которую уже делаем 80 лет. Хотя, если вспомнить старые времена, то на заводе, вот так пойти в музей, посмотреть, на заводе делали машины Студебекер. Был целый цех автомобильного хозяйства. То есть много что делали на заводе. Давайте вспомним, в Магаданской области делали лампочки на стекольном заводе, если поднять историю. Так что завод делал много. Делали алюминиевые панели на заводе. Строили домостроение. Тоже сегодня не востребовано. То есть идет новое время, идут новые материалы, которые дешевле, которые лучше и качественнее. То есть здесь, как правильнее будет выразиться, лучшие времена завода прошли или просто для него другие времена наступили? Другие времена наступили. Вся суть дела в чем? Если бы мы были где-то в центре России, можно многое взять. Но у нас, еще раз скажу, доставка очень дорогая. Вот маленький пример. Мы сегодня возим металл с Магнитогорского завода. Как бы мы ни хотели, Магнитогорский завод поставляет только вагонные поставки. Перевозка одной тонны металла обходится в 15 тысяч. В контейнеры они не грузят. В контейнере в 8-9 тысяч. Вот вам какая дорогая поставка сегодня. Это много, очень значит. Транспортные издержки никуда от них не денется. Да, нам электроэнергию дали снижение. Мы поимели, я уже до этого говорил в передачах, мы поимели на этом 15 миллионов. С 15 миллионов мы 5 миллионов 300 направили на закупку нового плазменного оборудования. Мы его закупили, на той неделе мы его испытали, и уже на этой неделе он начал давать нам продукцию. Помимо этого, мы направили 5 миллионов на закупку оборудования по технике безопасности. То есть мы закупили костюмы, мы закупили вентиляционное оборудование за 2 миллиона с лишним, и 5 миллионов мы направили на заработную плату. То есть электроэнергия дала свой плюс. Это тоже много значит для предприятия. Мурат Георгиевич, вы начинали на заводе с того, что, грубо говоря, считали деньги. Сегодня вам приходится всем в совокупности заниматься. У вас есть, может быть, наиболее любимая часть этих занятий? Может быть, любите ходить в цех, общаться с сотрудниками? Может, любите из окна смотреть на цеха и мечтать? Нет. Я приведу маленький пример. Заходя в кабинет, вы не видели, у меня время приема нет. Это говорит о том, что я постоянно всегда на заводе. Я могу в любое время пойти. С утра обязательно пройду по заводу. Я люблю, честно говоря, в выходной приезжать еще, когда никого нет, спокойно прошел, посмотрел, никто не мешает. И после обеда стараюсь заходить. Есть какие-то вопросы, хожу. Помимо этого, сегодня техника шагнула вперед. По идее, можно не ходить, но ходить надо, потому что там люди, с которыми надо общаться и сдавать им вопросы. Зная все снизу, легче работать. И сегодня я скажу так. Вот за мою бытность директорства, это с 2006 года, мы уже вложили в оборудование, в закупку, где-то более 110 миллионов. На этот год мы планируем вложить в развитие, в производство 32 миллиона. Мурат Георгиевич, я так понимаю, завод наращивает производство. Это происходит в силу того, что спрос не всегда удается удовлетворить? Или вы наперед работаете, напережение, может быть, некоторое, этого спроса? У меня сегодня позиция такая. Я говорю так. На заводе должна быть булка белого хлеба, булка серого, батон. И маленькая булочка. Вдруг кто-то еще придет. То есть, мое понятие такое, к сезону вся продукция должна стоять на заводе. Что мы стараемся и делать? Мы работаем даже, когда нет заказов. Но у нас все это есть. Вот позвонили нам, надо прибор, мы отгрузили. Мы не бегаем, не ждем. Вот сегодня мы изготовим, закупим что-то. Мы добились того, что мы на полгода вперед закупили материалы, которые постоянно у нас пополняются на складе. И если даже будет какая-то, ну как правильно сказать, недостача, недовоз материала, мы сможем работать полгода. Какие-то остановки с металлом, какие-то что-то. Предприятие будет работать, оно стоять не будет. Эту цель я поставил сразу, когда стал директором. Что предприятие должно работать ритмично, не с колес. С колес тяжело работать. Металл еще на пароходе, а я уже буду требовать план. Это абсурд. Зато сегодня мы можем принять решение, мы делаем ручку такую, а нет, сегодня ее не надо. Нам надо эту ручку делать. Это разный металл, это разные изделия. И мы это все имеем. То есть мы работаем на опережение. Ну я привык так, наверное, в советских времен работать. Или как сказать, у меня натура наперед дома чуть-чуть. Опережать события. Но должно быть все на предприятии. И вот сегодня звонят, есть прибор? Да, есть, мы его отгрузили. То есть нет проблем. Когда-нибудь у вас возникало сомнение в том, что у завода есть будущее? Сомнений нет. Мое понятие, завод области должен и нужен. Не потому, что я так хочу. Есть вещи, которые, знаете, как говорят, дорогая ложка к обеду. Приду маленький пример. В одной из артелей, это было лет пять назад, сломалась шестеренка на китайском приборе. Кинулись в Китай, она придет через месяц. Не надо рассказывать, что такое месяц стоит прибор. Месяц золота не власть. Мы сделали эту артелей, эту шестеренку. Но вообще я не люблю эти вещи делать. Раз вы берете в Китай, выезжаете туда по большому счету. Вы же сказали, у нас оборудование дороже, но вы забыли, что что-то случилось, если наша вина. И прибор на гарантии, это все за наш счет. И были такие примеры с одной из артелей. У них вал начал, подшипник разбил, и мы тут же поменяли. Мы не разбирались, что как. Было принято решение, мы даем новый вал, они забирают, увозят, привозят. Там, если есть вина, они платят, а если наша вина, мы. То есть вот как надо работать. И тогда будет, и у них производительность, будет золото. А будет золото, будет у нас работа. И мы все время взаимосвязаны. Мы без них никуда. Потому что предприятие чисто работает для золото-добыча. Спасибо, Мурат Георгиевич. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Поздравляю с наступающим профессиональным юбилеем. Спасибо. Отметили Навруз, отметят Дзялбу. Национальные праздники на Колыме становятся все популярнее. Шовинистов это может нервировать, но, к счастью, подавляющее. Большинство колымчан либо спокойно относятся к традициям, например, азиатских народов, либо сами принимают участие в празднованиях. Схужие традиции, но праздник исключительно восточный. В день весеннего равноденствия встретились представители азербайджанской, дагестанской, успехской, диаспор. Отмечали Навруз. Главное украшение – пророщенная пшеница, которая символизирует начало полевых работ. Угощались также долмой, пловом, свежей зеленью и фруктами. Конечно, не обошлось без восточных сладостей. Их должно быть семь разновидностей. Не меньше внимания уделяют и другим традициям. Перед праздником нужно покаяться в грехах, простить долги, сделать уборку. Начинаем со двора. Убираем своих дворов, убираем своих домов, очищаем духовно себя. Приходим навещать пожилых людей. Им дарим подарки. И, естественно, сами одеваемся что-то новое. А 7 апреля в Магадане пройдет этнический фестиваль «Дзялбу» в переводе с «Венского» – «Братство». Под открытым небом планируют готовить шурпу из оленины, уху, пирожки с брусникой и красной рыбой. В этом году праздник проведут на Большом поле за 31 кварталом. В театрализованном представлении примут участие ансамбли «Энер» и «Нелкене», а также артисты Чукотки, Камчатского края и Сахалин. Драйва в праздник добавят гонки на собачьих упряжках. Так называемый ездовой спорт в Магадане только приживается. Но о своем намерении участвовать уже заявили более 10 владельцев хаски и маламутов. Они же примут участие и в выставке-параде собак северных пород. Наибольший рост в Сосуманском, Северовенском и Ольском округах. Туберкулез остается непобежденным. Об одной из самых опасных и распространенных болезней говорили в Магадане накануне Всемирного дня борьбы с этим недугом. В 2017-м заразились 64 колымчанина, включая 10 детей. Кашель, слабость, недомогание. На эти симптомы не каждый обратит внимание. Даже после установления диагноза пациенты пренебрегают лечением. Такая история болезни становится общей для очень многих. Изначально, как я заболел, я вообще в речке искупался и у меня было воспаление легких. Я запустил это, а потом в последующем уже начал учиться, пошел на права сдавать и начал медкомиссию проходить. Медкомиссию не пропустили, у меня было затемнение на легком. Ну и в принципе я вот с первого дня, как флюорографию сделал, я сразу лег в больницу. Пролежал, наверное, месяцев 8-9. Ну а потом прекратил лечение сам. Ушел из больницы и года 4, наверное, может меньше, может больше, не знаю, не считал. Ну, туберкулез никак себя не проявлял. А потом уже началась отдышка, температура, потовыделение сильное. Пришел в больницу, сделали УЗИ, сделали флюорографию, а оказалось, что у меня жидкость в легком. Понимаете, я с этой болячкой даже домой боюсь ходить, чтобы, не дай бог, кто-то из близких, родственников заразился и то же самое почувствовал, что и я. Из 34 человек, состоящих на учете в Магаданском областном противотуберкулезном диспансере, у половины заболеваний имеет остро заразную форму. Но даже полное отсутствие симптомов не дает стопроцентную гарантию. В числе проблем специалисты отмечают отказы родителей от иммунодиагностики детей. В прошлом году их количество достигло 600. Также негативно влияет на статистику пренебрежения флюорографическим обследованием. Его не делала более года одна пятая часть впервые выявленных больных. В Магаданской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании. Более 10 тысяч юных колымчан отдохнут в 63 лагерях дневного пребывания, а также в 5 загородных лечебно-оздоровительных учреждениях. Более 400 ребят смогут выехать в центры Орленок, Океан и Смена. Чтобы отправить ребенка в лагерь со стационарным пребыванием и шестиразовым питанием, путевок обойдется в 8266 рублей. С дневным пребыванием и трехразовым питанием – 1545 рублей за всю смену. Стоимость увеличилась в пределах 100 рублей. Для родителей в этом году сохраняется 20% взноса от стоимости путевок. То есть родительская доля не меняется в течение уже 5 лет. И 80% стоимости путевки берет на себя областной бюджет. На этом все. А через неделю поговорим о форуме «Вектор развития Магадан-2020». Название многообещающее, я думаю, будет интересно. Спасибо, что оставались с нами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok